Досмотри это видео до конца, и ты узнаешь, как заставить работать все мышцы-стабилизаторы. Продвинутые техники. Самый простой вариант сделать твои тренировки более интенсивными и эффективными. И сегодня я расскажу тебе еще об одной из продвинутых техник под названием «Нестабильные повторения». Но перед тем, как говорить о нестабильности, нужно понять, что такое стабильность. И поэтому у меня для тебя есть один вопрос. Какую фигуру ты себе представляешь, когда я говорю такие слова, как стабильность, устойчивость, надежность? И если ты ответил на этот вопрос треугольник, то ты совершенно прав, потому что из всего множества геометрических фигур именно треугольник обладает способностью противостоять внешнему давлению. То есть треугольник обладает тем замечательным свойством внутренней стойкости, благодаря которому, если ты надавишь на одну из его сторон, он не рассыпется, в отличие, например, от квадрата, или не сожмется, в отличие от круга. Я попытаюсь показать это на примере на случай, если мне не удастся найти в интернете видео, которое это все объясняет. Представь, что вот это вот квадрат. Ну, прямоугольник это тоже часть квадрата. Если ты надавишь вот на эту сторону, вот так вот, оп, сложился. То есть еще раз. Прямоугольник давим вот на эту сторону, и что мы получаем? Складывается. Точно так же, если мы будем давить на другие стороны, просто у меня пальцы в другие стороны не гнутся, поэтому не получится это показать. А теперь смотрим на треугольник, да? Вот если мы сформируем треугольник, на какую бы из сторон его мы не давили, нам не получится его сломать, потому что каждая сторона двумя другими точками упирается в две другие стороны. И это потрясающее свойство, которое можно использовать не только в геометрии, но и в реальной жизни. Именно на этом свойстве прочности треугольника и основана знаменитая Эльфилева башня, которая очень-очень высокая и составлена из стальных треугольников, благодаря чему она простояла уже более ста лет. Вот это поворот! Ну и если говорить о различных стальных конструкциях, которые лежат в основе разных башен, то нельзя не упомянуть о башне Шухова, которая находится в Москве и представляет собой перевернутую плетеную корзину. Это очень-очень круто. Но какое отношение это все имеет к тренировкам на турниках и брусьях? А, самое прямое. И треугольники вы найдете везде, куда бы вы ни посмотрели на площадку. Если вы посмотрите на отжимания от пола, когда вы их делаете, треугольник. Если вы посмотрите на подтягивания, перевернутый треугольник. Выходы силы это перевернутый треугольник, стоящий нормальным треугольником. Треугольники, они абсолютно везде. Серьезно, я сам не замечал этого до тех пор, пока не начал готовить материал к этой теме. И как по мне, так это очень здорово, когда ты видишь, как физика переходит со страниц учебника в реальной жизни, и ты можешь ее использовать для достижения каких-то реальных результатов. И вот в этот самый момент мы подходим к нестабильности. Итак, треугольник это самая стабильная фигура. Поэтому что нам нужно сделать для того, чтобы добавить нестабильности в наши тренировки? Правильно, сломать треугольник. Обещайте на примере отжиманий. То есть, когда вы делаете отжимания от пола, у вас есть две точки опора, и, собственно, ваш корпус это третья точка. То есть, у вас образуется треугольник, и это стабильная фигура. Она обладает стабильностью и устойчивостью. Стоит вам убрать одну руку от пола, скажем, коснуться его плеча или просто поднять ее, стабильность пропадает. А это значит, что включается в работу огромное количество мелких мышц-стабилизаторов, которые отвечают за то, чтобы ваше тело оставалось в том же положении, в котором оно и было. Соответственно, убираете одну точку опоры, получаете нестабильность, получаете дополнительный стресс к мышцам. А значит, любое упражнение, которое вы будете выполнять, станет более эффективным. Это вот прямо круто-круто-круто, поэтому сейчас покажу это, как происходит в действительности на всех основных упражнениях. Именно на этом принципе разрушения треугольника и построено большое количество продвинутых упражнений. Отжимания от нестабильных поверхностей, отжимания от узких поверхностей, например, отжимания на одной брусине или на одной перекладине. Даже отжимания на одной руке строятся на том же самом принципе разрушения треугольника. Для того, чтобы его как-то компенсировать, люди начинают разводить ноги. То есть, если вы посмотрите на них сверху, они будут образовывать тот же самый треугольник. Потому что треугольник – это основа стабильности. Еще один момент, о котором нужно рассказать, если ты планируешь сделать упражнение с отрывом своих конечностей от земли, например, мое любимое отжимание с касанием плеча, в этом случае важно следить за тем, чтобы весь твой вес находился над опорной рукой. То есть, вот в момент, когда ты отрываешь руку, ты должен переносить вес на другую, на опорную руку. Когда ты возвращаешь руку обратно и уже ставишь ее на землю, тогда переносишь вес обратно, распределяешь между двумя руками. Если он будет между руками, то есть не на опорной руке, то когда ты будешь возвращать свою вторую руку на землю, ты не сможешь ее опустить плавно и мягко. Она силой врежется в землю, потому что сила тяжести, вес, который на нее приходится, он будет на нее давить. И вот когда ты в таком вот положении врезаешься запястьем в землю, это не очень приятно и не очень здорово для здоровья, опять же, твоих запястьев. Поэтому следи за этим моментом, даже если делаешь одно, два или три повторения, и все будет здорово. На этом все на сегодня. Надеюсь, что тебе это видео понравилось и оно будет для тебя полезным. Хочется верить, что тебе также нравится использовать знания школьного курса физики в своих тренировках, как и мне, для того, чтобы делать их более эффективными и интересными. Обязательно подпишись на канал, потому что это только третья из как минимум пяти продвинутых техник, о которых я буду рассказывать в ближайшее время. И нажми на колокольчик, потому что я понятия не имею, с какой периодичностью будут выходить ролики, а так ты не пропустишь свежий выпуск. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА